Дорогие друзья, я думаю, что вы точно так же, как и я, находитесь в большом предвкушении. Нужно срочно устроить стресс-тест для моего нового компьютера. И прямо сейчас именно этим мы и займёмся в игрушке под названием BeamNG Drive. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал. Ну что, летний сезон подошёл к концу, но рубрика «Фигачу на дачу» ещё, как говорится, актуальна. Ну, знаете, вот бывают такие дачники, которые возвращаются чуточку позже. Ну, всё-таки бывает там вот этот вот бархатный сезон, лето немножко затягивается, ещё в сентябре даже тепло. Именно поэтому, друзья, у нас сегодня именно такая ситуация. Я буду ехать с дачи, ну а по пути будет очень много дачников. Вместо 7, 8, там 9 машин, которые я обычно спауню в трафик, сегодня у нас, ну, по крайней мере, начнём мы с 25 автомобилей. То есть, соответственно, у нас довольно плотное движение. Будет очень сложно шишковать, суетить, но, друзья, я думаю, что получится очень интересно. Всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. Какова же красота! 100 фпс, 25 машин трафика. Ещё и 26-я моя. Замечательная BMW M4 Competition на злом стейдж 4 по 1000 лошадиных сил. Друзья, ну что, поехали. Будем пробовать, будем пробовать немножечко раздавать. Значит, так, ситуация, значит, всё. Я немножко затянул, да, уже сентябрь, но пора возвращаться, так сказать, домой с дачи. Слушай, ну это, кстати, уже интересно, это уже прям реализм какой-то, да, некий. Получается, потому что... Потому что у нас прям такое плотное движение. То есть, ну, ни для кого не секрет, что, например, каждое воскресенье добраться с дачи... Ой-ой-ой, а ничего страшного, а ничего страшного, а ничего страшного, а ничего страшного. Ну, зеркало, это бывает. Добраться в воскресенье, в принципе, даже в летнее время, тем более в летнее время, когда дачники уезжают на выходные только лишь на дачу, это проблема. Потом в город хрен вернёшься, всё время какие-то пробки. И вот, собственно говоря, друзья, похожая ситуация. Смотри, какое плотное движение, просто! Тормозим, 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 тормозим. Ребят, ну, по-моему, это выглядит очень даже неплохо. Да, конечно, может быть, скорость не такая, к которой мы привыкли, типа, там, далеко не всегда 250-300 км в час, но... Это, видимо, инспектор. Это, видимо, инспектор, друзья, на свою камерку снял мой вот этот замечательный обгон, но... Тихо-тихо, главное... О, какие тормоза хорошие, хорошие тормоза, друзья! Вот это уже всё, это финиш, друзья, всё. Это, это называется, не рассчитал, и смотри, что происходит. Одного задел, другого, третьего, четвёртого. Да, не смертельно, слава богу, все целы, живы, но... Повреждения, друзья, довольно-таки серьёзные. Машина побита со всех сторон, процарапан левый бок, процарапан правый бок, ещё и рычаг тут... Что-то с подвеской, причём с обоих сторон... А, у нас ещё и слики, это она на сликах так раздаёт? Ё-моё. Ребят, ну вот такой замес получился. Ну вот так вот с дачи пытался вернуться. Конечно, конечно, суетил, но вот, вот чем это всё закончилось. Так, хорошо, давайте попробуем немножко добавить агрессии. Агрессии много не бывает, как говорится. Почему бы, собственно говоря, и не добавить её, да? Слушай, ну М4, кстати, очень такая, очень бодрая. Ну-ка от первого лица. Ой-ой-ой. Ну просто вот типичный видос... Да, типичный видос, который можно встретить в соцсетях от владельца М4. Решил посуетить, снять красивое видео от первого лица, и вот так вот, к сожалению, во многих случаях это заканчивается. Ладно, так, давайте немножко я буду всё-таки себя контролировать. Друзья, 25 автомобилей трафика. Ну давайте, не, давайте сегодня так и оставим. У нас довольно плотное движение. Блядь, 90 кадров в секунду. Я о таком просто мог только мечтать. Мне прикинь, 90. Новый комп, друзья. Новый комп творит чудеса. Немножко обочины, чуть-чуть совсем добавим. Чуть-чуть добавим обочины. Если вы поддержите лайком, газонёте, напишите в комментариях. В следующий раз сделаем 40. 40 машин трафика, друзья. Представьте, какая здесь будет пробень просто. Так, я, по-моему, немножко задел. Ну ничего страшного. Так, давайте всё-таки обочину не будем задействовать, потому что, ну немножко... Мне кажется, это немножко... А это типичный... Блядь, Артём красавчик сразу выбежал на ходу. Пролёт снял просто чисто. Чисто типичный видос на Булкин Драйв. Не, ну а чё, бывает такое. Развернуло, ребят. Такое тоже бывает. Ну как бы задний при... Просто вот... Вот как бы да. Ну как бы... Ну а чё? Ну, надо валить. Надо валить. Сразу надо валить. Газ, пол. Можно немножко такой почётный круг. Почётный круг. И всё. И по съёбам. И по съёбам. Ну немножко боевая М4, друзья. Тоже, знаете ли, вот это вот её... Внешний вид особо не портит. Ну да, немножко там фонарь туда-сюда. Как бы с кем не бывает, да? Бампер там, крыло. Боевая. Боевая. Вот как мне нравится, как разлетаются зеркала. Я вроде рассчитываю, но вот зеркала, конечно, всё... Всё портят. Просто абсолютно... Не успею. Лучше так. Лучше так, чем подстречку. Лучше так, чем подстречку. Так-так-так, ребят. Ну суета, суета. Конкретная суета начинается. Конкретная суета. Конкретная. Ой-ой-ой. Как она... Вот если бы не слики... Мы сейчас попробуем ради эксперимента обуть её на другую резину. Я думаю, там просто пиздец будет. Я даже не увидел сначала, что она на сликах так... Ну как бы держит, но извините меня. Не особо, да? Так, немножко бочком. Тормозим, 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 тормозим. Хорошо, хорошо. Успеваем, успеваем, успеваем. Это очень... Вот знаете, как-то очень... Вот как-то... Вот и так бинка реалистично выглядит. Так ещё и с какими-то вот такими модельками. По типу наваливающей М4 темно-синего цвета. Компетитшн. Это выглядит ещё и более реалистично. Как будто реально ты включил какой-то видос, где... Кто-то заснял, как раскладывается очередная М-ка. Это прям жёстко. Это прям жёстко. Слушай, ну самое главное чё, правильно? Самое главное чё? Не экономить. Нет. Ну, я имею в виду, что как бы не экономить на там страховке. Там, да, всё такое. Потому что, ну, и тюкнул как бы, да. Должна быть страховочка. Должна быть какая-то страховочка. Ну, тут я так понимаю, у данного персонажа... Хотя, какой персонаж? Это же, блядь, я сам на... Это он прох... Ну, опять зерк. Да мне пофиг на... Смотри, какие кадры! Как он это... Как он это снимает со стороны! Просто офигенно! Всё, вот это всё. Это всё, друзья. Это просто вот так вот... И сейчас навстречку ещё. И сейчас навстречку ещё! Нет. Прикинь, вот просто ехал... Уехала какая-то вот семья с отдыха. Какой-то... Долбан в виде меня просто на своей М-ке наваливающей вот устроил. Вот это, слава богу, ещё обошлось. Удар в заднюю часть на обочину. Ну, засейвил, засейвил. Ну, М-ке, друзья... Ну, не, ну не тотал, конечно, можно восстановить. Просто заехал чуть-чуть под груз... Грузовичок, не грузовичок, под внедорожник. Вот, поэтому, ничего, главное, с одной стороны, конечно, на тачках, я считаю, что не нужно экономить, а по жизни экономить стоит. Да, друзья. Особенно, когда ты покупаешь игры, или, например, хочешь пополнить стиль с максимальной выгодой, вообще, с самой минимальной комиссией на рынке. А ещё, если ты знаешь магическое такое слово и сайт под названием Кубикот... Да какой уж сайт. Это даже не сервис для пополнения, это целая игровая экосистема. Потому что они делают упор на честность и развитие комьюнити, устраивают различные розыгрыши периодически, предлагают систему лояльности. И у них самая низкая комиссия на пополнение Steam, которую ты можешь вообще когда-либо вообще где-то встретить. А если ты ещё, говорю, промокод мой знаешь, вообще тогда ещё и комиссия снижается. А ещё там игры гифтом можно купить. Если воспользуешься промокодом, ещё и скидку дополнительную получишь. И да, вот эта вот самая ситуация, которая с недавнего времени стала актуальна. Где же купить игровые новинки, которые недоступны Steam? На Купикоте. На Купикоте всё это есть, там даже есть отдельный раздел «Недоступные игры в РФ». Заходишь туда и выбираешь игровую новинку по вкусу. Тестдрайв Unlimited, например, скоро, если что. Вот, пожалуйста, всё это как-то можно там аккуратненько найти. Вот, поэтому Купикот, палочка-вручалочка любого геймера. Ссылочка есть в описании, друзья. Также ещё можно пополнять казахстанские аккаунты в Тенге, аккаунты других регионов, Турции, Аргентины и других. Короче, много фишек, много плюшек. И самое главное, упрощает жизнь. Купикот, ссылочка в описании. Сам пользуюсь, там, кейсы-не кейсы, когда там в КС-очку. Всё это дело, ну и само собой, игры приобретаю. В общем, всё. Я всё сказал. А теперь пора, пора, друзья, всё-таки попробовать доехать. У нас немножко появился боевой вид после... Ну, могу сказать однозначно. Мне непривычно, что я еду по этой трассе слишком медленно. Мне хочется... Опа. То есть, вроде как, хочется, да, более реалистично. То есть, я могу так вот из стороны в сторону, знаешь, чтобы просто начать раздавать. Потом вот так вот, хо-якс, заехал, выехал, оп, сюда. То есть, да, это выглядит реалистичнее. Выглядит реалистично, но хочется скорости. Хочется... Не успею. Вот, зря. А вот, ты понял, да? Если бы не притормозил... Блядь, ну это жёстко. Это я просто ему бампер вырвал с клочьями, блядь. Так, заправку заедем? Заедем. Надо пару фрэнчдогов взять. Ха-ха-ха. Так, тихо-тихо. Как заезжают на эмки? Заправку. Я думаю, вы все прекрасно знают. Иногда и так. Иногда так, друзья. Иногда и... Бля, она ещё более боевая стала. У нас единственное там с подвеской некий труд... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто что за суета? Подожди, подожди, подожди. Она, кстати, не скажет, что прям... Супер контролируется. Просто пошалил немножечко и... По съёбам. Бампер, извините. Вот она, пробуксовка, друзья. Вот она, пробуксовка, к чему приводит. Просто аж седан этот чуть не перевернулся от того, как я раздал мимо него. Так. Всё, пизда. Всё, машина уже не контр... Бля, она ре... Просто свет погасили в момент удара, друзья. Всё, пиздец. Встретимся позже. Вот тебе и реализм бимки, блядь. Дорогие друзья, ну, жизнь в деревне это такая штука, непредсказуемая. А может быть, это реализм бимки уже стал зашкаливать и просто, видите, просто поток свет после ДТП. Короче, пришло время с BMW пересесть на нормальную машину. Сейчас, по-моему, я сам себя немножечко закапываю. Ну, ладно, в общем, друзья, время Мерседеса, я так решил не мелочиться, что может быть более агрессивнее, чем банан в кузове универсал на тысячи лошадиных сил. И, несмотря на то, что это рестайлинг, ну, я так немножко поколдовал, и он стал заднеприводный. Ну, просто все рестайлинговые бананы в этом кузове, 63-е, они только на полном приводе. Кстати, послушаем выхлоп. Ну, другое дело. Ну, 5.5 битурбо, друзья, V8, это теперь там не рядная шестерка, вот это вот BMW-шное, вот это вот отпердывание какие-то. Ну, давай! Давай, начнем карнавал, как говорится. Так, ага, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут уже, ребят, ну, настоящие пацаны не выбирают полуслики. Полуслики это для гонщиков. А мы кто? Мы, правильно, мы настоящие пацаны, которые просто любят немножечко навалить. Слушай, как он все-таки выглядит классно. Вот когда у меня была РС-ка, когда у меня была РС-ка, а я, конечно... Подозреваемый убегает. Что? Какой подозреваемый? Почему? Что? Что сейчас произошло? Я немножко отлез... Подожди, я типа мент? Я мент? Вот, друзья, видите, как в жизни бывает? Вот видите, как в жизни бывает? Вот, казалось бы, вроде семейный минивэн. А смотри, что-то прячет, походу, в это... Ну, далеко он не убежал, конечно. Ну, немножко надо прокачать свои навыки вот этого вот. Навыки, так сказать, вождения, да? У нас там немножко, да, как бы уже есть опыт вот этого вот хреначу на даче, уже который... Который... Блин, какой он суетной, а! Ты смотри, при этом... Ну, банан, это все-таки машина, извини меня. Вот, если сравнивать с М4, М4 это такая пиздрячка, на которой можно, как бы, да, наваливать, немножко джазу давать. А банан, это все-таки машина полноценная. Другой класс, другой класс, поэтому она такая немножко валкая, но в умелых руках. Слушай, ну банан... Нет, ну это я не договорил. Вот, у меня когда была РС-ка, безусловно, да, там РС-ка один из самых красивых универсалов спортивных, это как бы никто не спорит. Но! Ребят, все-таки, давайте расставим точки над «и». Вот как бы... Ну, Е-шка, которая у меня была, она мне начала нравиться со временем. Сначала я, конечно, считал, что вот, ну, если уж Мерседес, если уж Мерседес универсал какой-то спортивный, то это ЦЛС-63. Очень редкая машина, в отличие, там, от РС-ки, даже... Даже мне кажется... Ну, хотя, нет, Е-шка, ладно, тоже редкая. Ну, по крайней мере, Е-шка редкая в нашем регионе. А ЦЛС, он, в принципе, универсал, шутинг-брейк, это довольно редкая штука. Можно? Извините, пожалуйста. Извините, дядя Сэм, я вас немножечко, немножечко пнул. Так, тихо-тихо-тихо, друзья, продолжаем контролировать ситуацию. Мы все-таки возвращаемся с дачи. Как он наваливает? А како... Каков же он... Смотри, он еще... Ты видел? Он уходит в лютый угол, и в отличие от М4, каким-то образом... Его можно контролировать. Просто катанный сарай черного цвета. Понимаешь? Посмотри на... Подожди, посмотри на эту агрессию. Просто представь. Едешь такой домой, с друзьями, с семьей. Смотришь просто... Подожди, вот сейчас, смотри. Смотришь... Ага, зерк... А что зерк? Подожди. А у нас разве... Не понял. Подожди, стоп, не понял. У нас же добавили уже это самое... Я что, не поставил, что ли? Визуализация. Подожди, где-где-где-где-где-где-где-где. Стой, 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 стой. Это галочка должна быть. Галочка где? Размытие динамических отражений. Ну, это они? Визуализацию... Пропустить. Подожди, а где эта галочка? Подожди, у нас же должны... Вроде же завезли уже для всех стоковых машин. Или я уже все, поплыл? Подожди, я поплыл, да? Я что-то не пойму. Где эта галочка? Стоп. Динамические размытие текущей машины. Рассеянная. Короче, я не вижу эту галочку. Помнишь, сначала добавили в грузовиках? Детали... А, вот! Детализация в зеркалах, только когда поддерживая машину. Все. Галочка стоит, просто эта машина не поддерживает. Ну, ладно, хорошо, мы... Это самое... Ребята, они гордые. Повернем голову просто, да? Посмотри на этого хищника, блядь. Посмотри. Это просто само зло, блядь, преслед. Просто подбитый, без фары, катанный. Хрен знает, какие там ребята сидят внутри. Лучше не связываться. Реально, лучше в этот момент, конечно, притормозить на обочину куда-то. Я не знаю, позвонить в СОС. Вот эту кнопочку нажать, да? И вот, скажите, я преследую, да черный банан. Что мне делать? Послушать какую-то инструкцию, потому что, ну, извините меня. Еще на дальничке, на дальничке надо... Тихо, куда собрался? Тихо, тихо, тихо. Едем. Вторая передача. И третья. Четвертая. Блядь, как он шлифует. У меня шлюни текут, блядь, от этого. Пятая, пятая. Тихо, тихо, тихо. Так, тормозим, тормозим. Проходим. Все, пизда. Нет. Блядь, ну это слишком узко. Но зеркало, зеркало только пострадало. Подожди, нам пока... А вот тут уже более критические повреждения. Я, ребят, я каждую щелочку пытался... А все, колесо пизда. Все, это уже... Ой-ой-ой. О-хо-хо-хо-хо. Подожди, он так еще более агрессивный стал. Смотри, просто. Зачем нужны фары? Особенно, если на улице день. Зачем нужно склад светить, если можно просто ебашить по всем бабке? Так, ладно. Давайте немножко все-таки... Мне понравилось. Как ты видел какую-то... Представь эту работу рулем. Просто. Туда. Вот так вот. Просто в каждую дырочку найти вот эту щелочку. Это надо чувствовать. Это надо чувствовать. Ребят, ну слушайте. 25 машин трафика. Это, конечно, я вам могу сказать, это мощно. Тут и ни на дачу не доехать, и с дачи не вернуться. Ну, наваливая, конечно. Можно, конечно... Тихо-тихо-тихо-тихо. Тормоза какие карбонокерабические. Блядь, АМГшные. Ты смотри, что делают, блядь. Даже не намека на то, что... Жопу, жопу, жопу немножко. Опа. Подожди, я только что наебал камеру. Короче, рассказываю. Эта камера срабатывает, типа... Ну, бимка, она же... Ну, все равно на ход вперед видит, да, допустим, там, произойдет ли какое-то касание, столкновение или еще что-то. Я первый раз сейчас наебал камеру. То есть, игра подумала, что сейчас... Ну, блядь, ну, эту ситуацию не вывести. Знаете, вот... Какой бы профессионал сейчас ни был за рулем, эту ситуацию не вывести будет касанием. Но его не было, блядь. А камера сработала. То есть, ты понимаешь, как я ее сейчас обманул? Это, кстати, впервые, реально, я тебе серьезно говорю. Я думал, что это невозможно сделать. Я думал, что, ну, как бы, а не будет ложно срабатывать. Оказывается, может. Оказывается, в грамотных руках она может... Ну-ка, ну изнутри... А изнутри просто все черное. Тут уже... Тут уже ночь. Тут уже играет хорошая музыка. Розовая под свет. Бля, ну это... Бля, похуй вообще. Че-то там... Че-то задели? Просто на эту суету рулем посмотри. Так, че там немножко... Ой, че-то камера. Да вообще ничего нет. Ну, а, так, эта форточка просто открылась. Это, блядь, даже она... Даже она не выбилась, она просто открылась. Просто мой кореш решил подышать свежим воздухом. От таких перегрузок... Ребят, возвращаемся с дачи. Летний сезон закончился. Все, ну куда ты на своей малышке, а? На своей коветке, блядь. Куда ты едешь? Ну-ка. Просто ты смотри! Посмотри, как она ист... Ребят, какая БМВ? Как подозреваемый опять какой-то убегает. Да я не мент. У меня просто удостоверение валяется. Почему сразу... Почему сейчас... Что ты делаешь? Успокойся. Я... Я гражданский, блядь. Потому что у меня под козырьком удостоверение какое-то там, блядь, которое мне кореш подарил на день рождения, это еще ничего не значит. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тормозим. Вот это... Слушай, как он сюда вписывается. Это реально... Это реально похоже на такую, знаешь... Ты смотри, просто сплошная, не сплошная. Похуй, просто... Тихо-тихо-тихо-тихо. Пошел, пошел, пошел. Просто представь такую ситуацию. Трасса и банан-универсал, который вообще должен быть... Еще раз повторюсь, переднеприводный... Пу, блядь. Да, блядь, переднеприводный. Прикинь, блядь, тысяча сил на переднеприводный, блядь. На универсале, нормальная, блядь. Который должен быть полноприводным, он в итоге, блядь... Слушай, а мне нравится эта суета. Смотри, и причем я, как бы, толком никого не заделал. Но я там немножко, конечно... Правильно... Опять наебал камеру! Опять... Бля, вот тут было касание. Ну, потому что, блядь, ну, хули ты выходишь из машины, блядь! Пу, блядь, это я сам себя... Я сам себя, блядь, поставил. Ладно, действительно, хули. Сам на себя наорал. Сел в машину и уехал. Нормальный. Опять фара подбита. Ребят, просто плюс к агрессии. Плюс к агрессии сразу. Пятая передача. Пятая пере... Бля, как она... Ну, это уже... Это уже такое, знаешь, довыебывался называется. Это такое бывает. Такое бывает, к сожалению, друзья. На таких машинах это частенько бывает. Но довыебывался нужно, как говорится... Что? Правильно, не отвечать за свои поступки. Просто свалить с места... Ёбаная Тесла, блядь, Родстер. Куда ты ускоряешься? Так, тихо, тихо, тихо. Мне понрав... Слушай, а если 360 дать? Ну, при возможности, конечно. При возможности. Мы не будем это, как бы, делать... Когда возможности... Как она контролирует угол, ты чёрт возьми, а? Опять подозреваемый убегает. Слушай, меня все боятся в этом городе. Бля, пизда, ДТП, всё. Встречка, лоб, лоб. Ну, понятно. Я сваливаю, я сваливаю. Я тут вообще абсолютно ни при чём. Ну чё, 360? Просто представь такого. Просто представь это в реальной жизни. Какой-то чел, блядь. На скорости 160. Решил, что он может всё, блядь. Просто... И такой, типа... Дамка я 360. Ну, нормально, да. Ну, слушай, ну здесь, кстати, невелика потеря. У него, в принципе, машина такая вся была пожелуханная, блядь. Бля, какая суета. Вот это пиздец... Он просто... Он вот с каждым новым повреждением... Нормально всё. Не надо мне камеру включать. Я прохожу, блядь, в эту дырку. Хватит. Ну, зеркало это, блядь, лишняя деталь. Ёбушки-воробушки. Ты посмотри на эту агрессию просто. Просто банан летит боком. Бля, вот это хуя чудодачу я называю, ребят. Вот это... Чё тут такое? Чуть-чуть карбончик отвалился. Ну, это не страшно. Так, тихо контролируем. Что? А, подожди, не карбон... А, чё-то отлетело от машины. Ёбушки-воробушки. Блядь. Хотел... Хотел красиво сделать, в итоге... Сейчас, подожди. Хотел... Хотел красиво замедлить камеру, но... По итогу... Ничего... Опять наебал камеру! Ты смотри, что я делаю! Охуеть! Охуеть! Небольшое касание. А, никто не запрещал. Правилами не запрещено. Коснулся, значит, молодец. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Суета продолжается. Суета продолжается. Да, немножко... Тихо. Куда ты-то... Куда ты тормозишь, блядь? Блядь, ёбаные пробки. Вот эти вот... Ну, куда эти дачники возвращаются, я не понимаю? Ну, давай уже, блядь! Я бибикую. Ну, надо, так сказать, немножко нервничаю. Смотри, на тормозе, на тормозе, на тормозе. Тоже главное... Главное правильно, правильно всё это делать. Третье. Пошёл, пошёл, пошёл! Четвёртое. Нормально. Тихо. У меня под контролем всё. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Всё нормально, всё хорошо. Я просто немножко... Ребят, банан это идеальная машина, чтобы возвращаться с дачи. Просто официально. Ещё и в багажнике куча вещей, напитки оставшиеся. Вот эти вот, холодненькие, не выпитые ещё. Опять от меня кто-то съёбывает, блядь. Что происходит, я не понимаю? Что происходит? Неадекват. Опять засейвил! Ёбаный вру... Ты это... А вот так, друзья. Сейв ценой в жизнь получается. Ты видел? Я пожертвовал сейчас собой, чтобы вот этого придурочного, который там вылетел... Ты прикинь... Блядь, на самом деле, прикинь, какая жесть. Как бы, не дай бог, ну прикинь... Прикинь, вот... Вот просто представь. Вот просто представь на секундочку. Вот на ровном, блядь, месте. Да, я немножко суетил. Да, я раздавал. Но какой-то чел вылезает передо мной. Я его, чтобы не бить, подразумеваю и сбежал. Конечно, блядь, он сбежал. Он виновник ДТП вообще, по сути. Хотя мы оба, блядь, хороши, конечно. На это самое, через сплошную обгоняем. Просто, ровно, ну практически. Ну, смотрите, ну здесь очень сильный удар. Столб. Ну, я не знаю, ребят. Я не знаю, это жестко. Это реально жестко. Ну что, дорогие друзья. Я считаю, что комп сегодня прошел просто... Вы заметили хоть один какой-нибудь лак? Хоть одну просадочку FPS? Всегда под соточку. Я думаю, что это повод в ближайшее время компик еще немножечко нагрузить. Попробую сделать реально плотное движение. Не знаю, что из этого получится, но машин... 40, 35, 50, 52, 52 автомобиля. В общем, друзья, буду ждать ваших комментариев. Я просто счастлив. Я просто счастлив, что теперь можно вот так вот просто наслаждаться, собственно говоря, игрой в любимую игру. Как бы это ни звучало масло-масляное, но, в общем, вы поняли. Наслаждаться высоким FPS и снимать для вас красивые видосы. Друзья, огромное спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока.